Продолжаем выпуск. Бураны и снежные заносы на большей части страны притихли, но выезжать за пределы города в комитете по ЧС пока не рекомендуют. 25 республиканских трасс все еще остаются закрытыми. Дороги страны от снега счищают около 800 единиц спецтехники. Между тем, в столице режим ЧС еще не снят. Его отменят только после ликвидации последствий непогоды. Сергей Литвин в очередной раз везет в столицу партию нидерландских роз. Вполне обычный недельный маршрут по Казахстану в этот раз обернулся для него вынужденным простоем. Дальнобойщик с 25-летним стажем, как и сотни других автомобилистов, ждет, когда откроют дорогу. Движение по трассе Щучинск-Нур-Султан закрыто с 26 января. За это время здесь скопилось около 200 авто. Стоим трое суток уже. Мы вот сегодня обещали, что поведут по встречке, а как оно получится, неизвестно. Но с пищей вчера привозили. В машине тепло, когда работает в данный момент. Минус 23. Ну так, все нормально. Вот стоят заметенные машины. А это уже участок трассы Павлодар-Нур-Султан. Здесь застряли около 100 машин. Освободить их из снежного плена дорожники обещают к завтрашнему вечеру. К тому времени откроют трассу, ведущую из столицы в Кустанай. Сегодня по плану Казахстан-Жола будут расчищены дороги в направлении Нур-Султан-Боровое, Нур-Султан-Караганда. 25 республиканских трасс на сегодня закрыты. Всего по стране для очистки дорог задействованы около 800 единиц техники. Местами снега намело в человеческий рост. Буран в некоторых регионах не стихал до сегодняшнего утра. Видимость была нулевая. Все эти дни мы занимались не только расчисткой дорог, но и спасательными работами. Стольких людей вызвалили из снега. Теперь, когда метель затихла, мы начнем работу по очистке снега. Дорожники работают в две смены, круглосуточно. Однако пока работа идет медленно. Главная причина – это припаркованные вдоль дороги машины. Многие водители попросту оставляют их на обочине. Здесь надо понимание людей. Я вам объясняю, когда чистим, нам сзади машины украются. И мы не можем ни сдать вперед, ни назад. В этом машина буксует. Это была ситуация. На будущее, чтобы лучше закрывали пост ГАИ, машины не пускали. В этом случае люди не останутся, и нам легче работать. Восстановлено движение пригородных к столице маршрутов. Кошет, Лапкер, Кожмукан. Между тем, в департаменте по чрезвычайным ситуациям режим ЧС снимать не спешат. Его отменят лишь после ликвидации всех последствий непогоды в столице. В январе снега выпало в три раза больше нормы. Сейчас снежные глыбы вывозят на полигоны. Их в столице шесть. Два уже переполнены. Сейчас начинают складировать снег в ближайших точках, к городу, к населенным пунктам, к домам. Этого не надо бояться. Почему? Потому что для того, чтобы сократить плечо перевозки снега, сократить время проезда самосвалов машин, эта мера временная принимается. Когда уже сейчас мы полностью все дороги и дворы очистим от снега города, тогда дальше уже в дальнейшем будет вывозиться подальше. Бураны, что были в столице, синоптики называют аномальными. Такие метели в последний раз метеорологи фиксировали лишь в 1964 году. Тем временем специалисты прогнозируют, что в феврале погода может вновь разбушеваться не на шутку. И даже не исключают, что в столице вновь придется вводить режим ЧС. Лаура Байбячонова, Серик Кунырбаев. Итоги дня.